Без аналитики, без исследований серьезных, без углубленного изучения ситуации. Вообще, меня поражает то, что у нас 18 раз сменился министр образования за последние 24 года. На минуточку. Мы посчитали. Да. И все эти 24 года у нас непрерывно реформируют только, ну, так, мощно реформируют одну отрасль, это образование. Проблемы у нас только в образовании. В других отраслях у нас проблем, конечно, нет. Татьяна звонит из Резы, к нам присоединяется к нашей беседе. Татьяна, доброе утро, прошу вас. Татьяна, слышите нас? Алло, здрасте. Да, да. Да, теперь мы вас слышим. Доброе утро. Доброе утро. Да, слышу, доброе утро. У меня, я русскую, мои двое детей учились в русской школе. Старшему сыну 21 год, младшему сыну 11. Мы находимся в пятом классе. У меня есть с чем сравнивать то образование старшего сына и сравнивать образование младшего сына. Оно стало лучше или хуже? Да, у нас сейчас почти практически все предметы обучаются на латышском языке, ребенок. У нас у всех в классе у детей наняты репетиторы по латышскому языку. Наши дети неплохо владеют латышским языком. Но предметы и образование очень тяжелое у нас. Особенно математика. Да, Божини, Божини, Божини. Дальше мы уходим в старший класс. У нас идет физика, химия, все на латышском языке. Ведь думают на русском языке. Вообще вводить все это надо спрашивать не учителей, не директоров школ, а собрать нас, родителей. Я думаю, у меня многие поддержат родители, что учителя, боясь потерять свое рабочее место, не всегда выступают за нас, родителей, и за учеников русских школ. Вот это мое мнение. Да, Татьяна, спасибо вам большое. Господа Владова, а что вообще со знаниями латышского языка, ну, номинально у русских школьников, у русских детей? Вот эти знания как? Они что, настолько плохи, как говорят в политике права партии? Да, ну, это же все бред, извините за выражение. Я посоветовала бы всем политикам, которые так переживают за то, что русские дети не говорят по-латышски, зайти на сайт Министерства образования или на сайт Центра содержания образования, ВИСГОФЛВ. Там черно-по-белому дана статистика за прошлый учебный год. Если мы возьмем выпускников девятых классов, те, которые получили памятный из ГТБ, да, основное образование, то результаты по латышскому языку, которые они сдавали, очень близки к результатам по русскому языку. То есть латышки у нас как родной. Латышские знают дети как русский язык. Какие могут быть еще вопросы? И знают его достаточно неплохо, потому что там 65-66%... Хорошо, а учителя, а вот омбудсмен Тесип Саркс Юрис Янсов говорит, что учителя плохо говорят. Даже сам лично отнес 6 заявлений в Центр госязыка, признался вот в этой студии. Ну, молодец, что я могу сказать. Вот он кто по профессии? Юрист. Юрист. У него и выше юридическое образование. Я филолог, да, но у меня еще педагогическое образование. Представляете, что будет, если педагоги будут проверять, скажем, финансовые рынки, да, или финансисты придут проверять, ну, я не знаю, любую... Больницы. Например. Ну, хотя финансисты и больницы близко. Если бы омбудсмен пришел проверять правовую сторону вопроса работы школы, да, вопросов нет, у него образование позволяет, все хорошо. Ну, если они пошли на уроки, ну, что они могут понять в образовании вообще? Люди, которые некомпетентны. А вот он говорит, задаю на государственном языке вопрос, а учительница не может ответить? Ну, во-первых, я не была при этой ситуации, я не могу ее комментировать, почему учитель не смог ответить. Есть куча моментов, почему в тот данный конкретный момент учитель не среагировал. Вот и все. К чему это может привести? Вот если это настолько нервенно, настолько, ну, это все по-живому, настолько родители, дети воспринимают новости о переводе школ только на английский язык обучения близко к сердцу, что называется. К чему это может вообще привести? Вы знаете, это очень опасная политическая провокация. Вот так я скажу. Предвыборная, безусловно. Серьезно это воспринимать не рекомендую, потому что скоро выборы Европарламент и выборы всеми. Поэтому, собственно, все понятно, почему это происходит сейчас. С другой стороны, это насколько надо ненавидеть собственный народ и собственный язык, чтобы использовать его как бич. Вы имеете в виду латышские государственные? Конечно, да. Все живущие в Латвии прекрасно понимают, что латышский язык это государственный язык, его нужно знать точка. Никто не спорит с этим. Но такими методами, которыми оперирует сейчас правительство, это просто недопустимо. Это издевательство над историей, над культурой этой страны и над языком в том числе. Давайте Дарью послушаем из Риги. Она дозвонилась в прямой эфир. Всем остальным 80-00-255. Дарья, доброе утро. Доброе утро. Я бы хотела спросить, если так сложно перевести всю программу на латышский язык, то зачем это делает министр образования? И во-вторых, не считается разной дискриминацией взять и перевести все русские школы через 4 года на латышский? По-моему, это ущемление прав. Правда и нет? Да. Спасибо большое, Дарья, вам за вашу реплику. Господа Владова, но ведь, положа руку на сердце, не происходит уже сейчас 100% в школах национальных меньшинств образование только на русском языке. Да нет, конечно. Есть отдельные предметы, которые на латышском уже преподаются. 60%? И это не только физкультура и пение. Нет, нет. А в средней школе это даже 60% на латышском и 40% на языке национальных меньшинствах. Совершенно верно. И экзамены сдаются на государственном языке. Соответственно, естественно, мы должны подготовить детей в том числе и к экзаменам. Помимо того, что они должны знать предмет, мы их должны подготовить к экзаменам так, чтобы они спокойно, без проблем сдали экзамены и поступили в высшее учебное заведение. А экзамены, соответственно, единые, выпускные в школах на государственном языке. И там, где есть собеседование или подача документов в университеты по итогам, тоже на государственном языке? Тоже на государственном языке, безусловно. А русские выпускники, вот выпускники вашей школы, вы следите за их дальнейшей судьбой? Естественно, конечно. Ну вот как они поступают? Ой, вы знаете, я им очень горжусь, потому что 90% поступают в высшие учебные заведения, и очень приятно, что достаточно большой процент поступает на бюджетные места. Слушайте, я, наверное, глупый вопрос задам. Зачем менять систему, если она уже работает? Это не глупый вопрос, это очень мудрый вопрос. Очень хочется, чтобы наше правительство и министры образования наконец-то услышали этот вопрос. Зачем менять то, что работает? Причем они же противоречат сами себе. Неделю назад Министерство образования во главе с тогдашним министром господином Домбровскицем выступило о том, что билингвальное образование в Латвии – это наша история успеха. Проходит неделя, все мимо, теперь мы будем делать друг друга. Это национальное объединение, это с подачей в том числе и в министре юстиции госпожи Броки. Вы знакомы с госпожей Броки? Да, я знакома с госпожей Броки. Правда, да? Да. В Парижской Думе? В Парижской Думе. И что можете сказать про работу госпожи Броки в Думе? Вы знаете, я то ли в Броке не работаю, то ли я не очень отслеживаю ее работу, но как-то не очень заметно. Да? Я, готовясь к этому эфиру, в интернете прочитал историю, что на первом заседании в июне прошлого года, когда выбирали мэра, а она была кандидатом в мэры от своей политической силы, национального объединения, она то ли не пришла, то ли очень сильно опоздала на это голосование. Можете подтвердить? Да, она была. Было, да? Было, да. Опоздала? Да, опоздала. Вадим из Риги присоединяется. Ну, неважно, это, наверное, для человека. Ну, как? Но если человек обещает, вот, он борется за школу, да, и не приходит на собственное голосование. Сегодня она депутат, завтра она, то есть, вчера она депутат, сегодня она министр, а вот уже сказала, что долго не проработает, потому что, по-моему, да, в Брюсселе собиралась. Собиралась в Брюсселе. Ну, вот. Вадим из Риги присоединяется к нашей беседе. Вадим, доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот такие короткие вопросы. Все у нас кричат демократия. А да, я не вижу демократии, что со школы поступают. И второе. Мне кажется, наше правительство проводит доктрину Генбетса и Гиммлера. О, Вадим. Достаточно научиться читать и считать до ста. Все. Вот такой, как бы, вопрос. Спасибо большое. Ну, вот, национальное объединение говорит, что это очень демократично, перевести все это для блага учеников и учителей. И, собственно, вот такая их позиция. 830-255, телефон прямого эфира. И, кроме того, вы звоните в рамках онлайн-опроса, ищите ответ на вопрос, что для вас означает декларативные правительственные планы перевести на государственный язык обучения, образование в школах национальных меньшинств. Что-то хотел спросить, да уже по образованию забыл. Без языка. Вот какая, на ваш взгляд, самая большая проблема в средних школах? Вот, например, если взять педагогический коллектив. Многие другие директора мне рассказывали, что очень трудно найти молодого специалиста, потому что и работа нервная, и всяких указаний с министерства поступает много. И люди просто не хотят идти на некогда очень почетную работу учителя. Вы можете это подтвердить? Да, абсолютно, полностью согласна. И я очень много говорю о том, что в последнее время, последние 5-7 профессий учитель, она полностью потеряла свою привлекательность только по вине, собственно, правительства. Потому что нельзя так измываться над людьми, нельзя так измываться над учителями. Учителя находятся в стадии выгорания. Молодых учителей нет. И если есть, то это очень большая редкость. И, в общем-то, самая большая проблема в школах – это отсутствие молодых специалистов. Если молодые специалисты приходят в школу, то с ними приходится еще работать и работать, чтобы методически они были грамотны и так далее. Но мы готовы. Главное, чтобы они приходили. Ну, абсолютно правы. Я с вами полностью согласна. Это одна из самых больших проблем – это состояние учителей. Моральное, психологическое, физическое, кстати. И отсутствие молодых специалистов. Лилиана из Риги. Звонит к нам в прямой эфир. Лилиан, слышите ли вы нас? Доброе утро. Да, слышу. Пожалуйста, в эфире уже. Да, я хотела бы задать вопрос. А латышские, ой, эти польские школы и украинские школы тоже переведут на латышский язык? Ну, видите, спасибо большое. 29-й пункт декларации, там говорится о школах национальных меньшинств. То есть, вероятно, не только школа с русским языком обучения, но и украинская, и польская. В Риге, или, скажем, в Даугу впился польская школа. Наверное, да. Трудно судить, и как-то не могу отвечать за правительство. Вот я бы не была так категорично, всех переведут на латышский язык. Ну, не получится. Ну, это же бред. Ну, это все понимают. Ну, а что это тогда? Тогда они просто бросили лозунг. Политическая провокация перед выборами, абсолютно очень опасная политическая провокация, которая вызовет и уже вызвала огромное количество недоумения, вопросов и нервозности. Ну, а потом вот новые выборы, опять новые лозунги придумаем. Ну, мы же как? Мы 10 лет прожили периодически. С 2004 года, да. Да, периодически где-то что-то всплывало перед выборами опять-таки. Но вот выборы грядут. С чем же идти? Как же? Мы же не можем наладить экономику. Мы не можем демографию улучшить. Что мы можем? Мы можем закрыть русские школы. Супер. Вот с этим мы идем. Мы-то, может быть, и можем закрыть, но официальные лица Российской Федерации говорят, что они хотят открывать школы, которые будут в Латвии вводить систему обучения по российским образовательным стандартам. Вот ваш комментарий. Школы Российской Федерации на территории Латвийской Республики. Ну, надо смотреть с точки зрения все-таки того, чего они хотят добиться. Если это частная школа, в любом случае есть стандарты Министерства образования Латвийской Республики, которые нужно выполнять на территории Латвийской Республики. То есть просто так невозможно прийти и другой стандарт ввести? Нет. Я думаю, что нет. Нет. Ну, а это что? Это же тоже политика? Это тоже какой-то ответный жест? Вероятно. Ну, понимаете, агрессия всегда вызывает, к сожалению, агрессию. Поэтому имеем то, что имеем. Ну, ваш прогноз, значит, будут выборы в парламент, по крайней мере, они последние в череде ближайших выборов в октябре этого года. И это успокоится? Министры забудут или... Ой, ну, забудут на какое-то время, определенно. Потом опять вспомнят. Выборы у нас очень часто происходят. Вам лично не хочется уйти из профессии? Ну, коль скоро политики вот так вытирают ноги об учителя, об ученика, об директора. Вы знаете, я настолько люблю свою профессию, я настолько люблю свою школу, я настолько трепетно отношусь к детям и к учителям, я просто не могу этого сделать. Ну, это моя профессия, это я. Я училка. Училка. Спасибо вам большое. Это Анна Владова, директор средней школы номер 80, гостила в прямом эфире Первого Балтийского канала. Что касается вашего онлайн-опроса, то вы видите результаты на своих экранах. Мы спрашивали, как вам идея перевести школу национальных меньшинств на алтарский язык обучения. Вторая позиция, 400 голосов, 400 человек сказали, что еще не все поиздевались над детьми и учителями. И, собственно, первую и третью точку зрения вы тоже видите. Я благодарю вас за ваше внимание, за звонки и комментарии. Встречайте новости на Первом Балтийском канале. А завтра в это же время мы поговорим, если хотите, это будет прощальное интервью с представителем конституционного суда Гонором Кутрисом. Истекает срок его полномочий. Почти 10 лет он руководил главным судом страны. О праве и народе, если хотите, завтра. Ну и для тех, кто только сейчас выходит из дома, минус 17 градусов по Цельсию температура. Одевайтесь потеплее.